Цолькин, календарь Майя. Мне, честно говоря, удобнее называть игру Цолкин, не знаю, почему так сложилось, этот мягкий знак мой язык не выговаривает просто, так что я извиняюсь, если иногда буду её называть неправильно, ну, не так, как нужно, да, Цолкин. Это локализация крутейшей игры от Gaga Games. Почему крутейшей? Я, во-первых, в неё, ну, несмотря на то, что, да, здесь уже видим награды Шпиль Хит 2013, я в неё играл один раз, удалось мне это сделать, играл в оригинал, мне приносил игру, ко мне приходил в гости мой друг, привет, Рустам, приносил эту игру, мы в неё играли, мне очень понравилось, это такой евро-евро, в общем, всё, как я люблю. В общем, когда я узнал летом, да, то, что Gaga анонсировала локализацию этой игры, я просто обалдел, очень классно, что у нас, наконец-таки, появляются такие отличные игры в локализации, да, и печаталась она полностью в Польше. Давайте сейчас плёночку снимем, по качеству это будет вообще, это точно такое же европейское качество, как и у оригинала, ну, я надеюсь, я ещё не заглядывал в коробку, надеюсь, что они не накосячили. Gaga Games сделали перевод, и я надеюсь тоже, что всё переведено будет достойно. Единственное, что вот мне сразу бросилось в глаза, пока я так вертел в руках коробку, 13 пластиковых, внимание, хрустальных черепов. Окей, хрустальные черепа, это такой игровой термин, да, то есть там есть такие фишки, которые называются хрустальный череп, они сделаны из пластика, вот, и получается, что хрустально-пластиковые черепа, то есть такой абсурд небольшой, мне кажется, что хрустальные надо было взять в кавычки, раз это игровой термин, ну, я не редактор, в общем, может быть, это и правильно, не знаю. Напишите зрителям в комментариях, как вы считаете правильным нужно было перевести, потому что наш зритель на ютубе, он знает на самом деле, как всё нужно делать. Вот, куча наград у игры здесь перечислена, всё здесь расписано, очень такая красочная, яркая коробочка, которая сделана под лён, да, с текстуркой под лён, всё как мы любим. Давайте уже, наконец-таки, заглянем внутрь, а то я много трещу, как обычно. Вау! Ну, воздух, самое главное. Я очень люблю воздух, который внутри настольных игр, у него какая-то своя особая, особый аромат у этого воздуха. Это всё, конечно, сарказм, сарказм небольшой. Воздуха прилично, но в оригинале столько же, так что ничего страшного. Здесь вот такой пакетик с деревяшками, с деревянными компонентами. Сейчас пока в сторонку. И вот оно, вот оно, пластиковый Цолкин, Цолкин, да, то есть это сам непосредственно календарь Майя. Собирается из этого, вернее, вот этот большой круг, о, это не зип-лок, его придётся разрезать. Аккуратненько режем. Вот этот большой круг, это сам представляет собой календарь Майя. Календарь, который будем поворачивать, и он будет цеплять за собой все остальные пять, которые символизируют города. Города этого племени, этой нации. Вот, они будут на поле там цепляться, будет поворачиваться большой круг, и за ним следом все остальные. Что-то он какой-то не очень ровный. Смотрите-ка. Вот, здесь он не гладкий, да, мы видим здесь всякие узоры красиво изображены. Я думаю, что можно его будет ещё как-то раскрасить, ну, у кого будет желание заняться этим, сделать игру ещё красивее. И наклеечки. Наклеечки, я потом посмотрю, на какой круг каждая из них наклеивается, и наклею обязательно. Здесь у нас идут детали игрового поля. Очень плотный, просто неимоверно толстый картон. Неимоверно толстый, вырубка ровная. И само поле, да, оно, по-моему, да, оно тоже сделано под лён. Даже с линией сгиба, да, здесь одна часть, потому что не помещалась в коробку. А, вот они сами пластиковые хрустальные черепа. Давайте посмотрим поближе, как они сделаны. Ну, да, да, точно такие же и в оригинале я видел. Очень клёво выглядят они, здоровски прям. Прямо так, как будто источают какое-то свечение изнутри. Так, это у нас дальше здесь ещё части поля. Я сейчас всех их соберу в единое целое, чтобы показать вам. Так, жетоны, большие жетоны. Ну, это памятки для игроков. Выдавливаются очень легко, как вы могли заметить. И вот жетоны всякие тут, здания. Ух ты, они ещё и между собой сцепились. Первый раз такое вижу. Вау. Интересно. На обратной стороне. Кстати, да, обратную сторону поля я показывал. На обратной стороне листов вот у нас рубашки есть такие. Здания здесь делятся на разные эпохи. Ну, об этом во всём в правилах расскажу. То есть, здания здесь постепенно в процессе игры появляются более такие мощные свойства у зданий. Выдавливается всё это нормально. Нормально. Немножечко цепляется. Немножечко совсем. Ну, как обычно. Ну, заусенцы будут небольшие. Но не такие, чтобы можно было об них порезать палец. Хе-хе. О, некоторые сами выпадают. Ну, в общем, нормально, неплохо. Денис там показывал способ, как нужно их правильно выдавливать. Но мне кажется, это всё уже, как сказать, занудство. Я предпочитаю быстренько всё так подёргать. Я даже напильником потом не дорабатываю эти заусенцы. У меня они никакой боли не вызывают внутренней особо. Ну, кому-то. Каждому своё, как говорится. Вот. Много здесь разных жетонов зданий. Всё здесь символами, да, как во всех еврухах обозначено на карте. Всё, в принципе, понятно, нарисовано. Ну, если раз сыграть, ты уже будешь, как это сказать, инстинктивно, да, нарративно это всё запоминается. И никакой потом сложности при игре не вызывает. То есть, только один раз взглянув на этот рисунок, ты уже будешь понимать свойства этого здания. Не надо будет никуда лезть там за уточнениями и всё такое прочее. Хотя свой здесь разных очень много. Очень много рисунков. Вот, маис, да, основной ресурс в этой игре. Я её называл кукурузой. Но в правилах потом посмотрел, что правильно это называть маис. Дальше. Здесь у нас ещё один лист с жетонами, последний. Оп. Вот, тут ещё памятка, эффекты... А, правила же. Правила в самом низу были, представляете? Обычно сверху кладут. Ну, давайте посмотрим сейчас лист вот этот с жетонами. Так. Одинаковый, по-моему, да, с обоих сторон. С обеих сторон. Круглый жетон выдавливается точно так же. Не помню, говорил или нет. Под лён у них, под поверхность. Такой. Ух ты, зацепился как ты. Смотри. Придётся прибегнуть к способу Дениса. Оп. И вот такой вот заусенец. Эх, чехи. Тоже заусенцами страдают. Так что вы там ругаете издательство, да? Наши, отечественные. Ну, любите поругать. Я знаю. Вот. А косячат-то все. Ну, это не то, чтобы косяк. Это такой особенность производства, можно сказать, да? Вот эти заусенцы. Естественно, что на листе, чтобы держались эти жетоны, нужно оставлять на ноже небольшое место. И вот из-за него как раз таки возникают эти небольшие заусенцы. Просто где-то они очень большие, где-то нету их практически. Все это, естественно, на игровом процессе никак не отражается. Просто есть такая тенденция на эти заусенцы вот так вот акцентировать внимание. Ну, и мы, конечно же, в тренде следуем всем этим приколам. Такая небольшая исповедь под выдавливание жетонов. Ой, вот это я косяк допустил. Смотрите-ка. Оп. И нет косяка. А вот этот жетон первого игрока такая. Корона Майя. Корона. Не знаю, кто у них там был. Вожак. Вождь. Корона вождя племени. Так. А зиплоков нету совсем. Да? Смотрите-ка, сколько у нас здесь жетонов. И ни одного зиплока в коробочку не положили. Придется свои докладывать. Жадные чехи. Пока мои индейцы собирают для вас игровое поле. Давайте посмотрим, что у нас тут в правилах. Много иллюстраций. Все очень подробно, да, как обычно описано. Как обычно в хороших играх я имею в виду. Приятная на ощупь бумага. Печать тоже не подкачала. Все, в принципе, здорово. Вот. Объемные довольно правила. Ну, здесь все эффекты. Видите, алгоритм игрового раунда. Конец игры. Все-все-все описано. Вместе с эффектами от построек. И 16 страниц. Все вот это вот подробно изложено. Вот. Все должно быть нормально. Так. Ну что, индейцы. А, индейцы пока еще работают. И я вспомнил, что забыл вам еще деревяшки показать. Такой вот. Один зиплок на всю коробку. То есть, запасайтесь зиплоками, потому что перед игрой все это дело рассортировать будет, ну, не очень приятно. Довольно долго. Так. Вот такое количество дерева здесь разноцветного, покрашенного. Желтые. Очень с выраженной такой текстурой древесной. Да. Можно вот такие черные прям эти самые кольца. Можно посчитать, сколько дереву было лет. Вот. Ну так, в принципе, термитами ничего не погрызено. Термиты ничего не грызли. Все более-менее нормально. В Чехии с деревом все отлично. Вот так шикарно выглядит поле. Оно очень яркое, как я уже говорил. Правда, индейцы все-таки в Чехии погнули мне. Самый главный элемент, вот этот цолькин, да, пластиковый. Здесь вот он отходит, да, и надо будет его чем-нибудь тяжеленьким придавить, чтобы выпрямился, да, принял пластик правильную форму. Ну, это, я думаю, что все поправимо. Вот. Пока что можно вот так вот крутить его. Если я его вот так вот начинаю прокручивать, он может, вот видите, соскакивает. Кое-где. Вот. Ну, в принципе, что? Индейцы все равно заслуживают свою награду. Разрешим им немножко покататься на качельках. Вот. То есть, проворачивая на одно деление вот этот календарь, у нас проходит... Ну, то есть, вращаются все остальные города вслед за ним. И тем самым наши фишки перемещаются... Перемещаются. Во всех городах. Вот. Такая интересная задумка. Попадали они с каруселек. Что ж, спасибо за просмотр. Я надеюсь, что он был вам интересен и полезен. И если это так, то не забудьте, конечно же, ставить лайк. И напишите обязательно, если кто-то еще покупал эту игру, как у них вот с этим вот пластиковым колесом. Вот. Все. Всем спасибо. Играйте в хорошие настольные игры. С вами был Фил, канал Твой Игровой. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...